В детском технопарке «Кванториум» всё стартовало с выставки образовательных систем. Губернатору презентовали самые продвинутые из них. Форум, где собрались педагоги школы детских садов из районов области, Николай Любимов начал с приятного. Вы достойно и уверенно вели учебный процесс в самых непростых условиях, в условиях пандемии. И несмотря на то, что это было впервые, за нашу новейшую историю точно, вы смогли дать детям не только знания, но и обеспечить их в плане здоровья, надежную защиту. После того, как на мероприятии многие преподаватели были удостоены различных наград, глава региона отметила, что вклад в развитие детей – это инвестиция в нашу страну. Скорые малыши станут будущими политиками, врачами, строителями. Активное участие региона в национальных проектах «Демография и образование» дало возможность только в текущем году привлечь 2,5 миллиарда рублей федеральных средств. Это позволит нам уже сейчас построить три новых современных школы и отремонтировать часть действующих, в том числе в селах и малых городах. Это позволит нам также открыть уже в этом году 900 новых дополнительных мест в детских садах, создать школьные кванториумы, усилить профессиональную профориентационную работу. Одна из главных целей, которые сегодня ставит президент – по качеству образования войти в десятку лучших стран мира. Несмотря на пандемию, наши выпускники успешно справились с ЕГЭ. И этот момент показателен, говорил по видеосвязи министр просвещения России Сергей Кравцов. Главный насущный вопрос – вакцинация. Навязывать ее преподавателям никто не будет, но лучше все-таки быть защищенными. Не так много осталось для начала нового учебного года. Мы делаем все возможное, чтобы начать его традиционно, в очном формате. При этом мы понимаем, что в каждом конкретном случае решение должно приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Особое внимание обращаю на процесс вакцинации. Подчеркну, это процедура добровольная. Но все же отмечу, все мы, работники системы образования, должны думать не только о себе, но и о тех, с кем находимся в ежедневном контакте. С 18 августа на территории всей Рязанской области пройдут муниципальные совещания более чем для 16 тысяч педагогических работников. Они будут посвящены вопросам внедрения рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в образовательных организациях.